В этом видео я хочу вам показать, какую я хитрость придумала для того, чтобы облегчить свой летний уход за орхидеями фаленопсис. У меня самая большая сложность это полив. Орхидеек много, необходимо их поливать, а у меня очень много времени занимает дача. Я вам показываю свою орхидейку дикий персик, которая буквально на днях распустилась. Это домашнее цветение, что особенно приятно. Вот эти пятнышки, которые на трех верхних лепесточках, они немножечко желтые, и внутри темные пятна бордовые. Выглядит очень экзотично. Что же я придумала, чтобы упростить себе уход за орхидеями? Я переместила их большей частью вот в такой вот пластиковый ящик. Он, естественно, без дренажных отверстий. И теперь я буду полив осуществлять, как обычно, через воршочек сверху поливать. Остатки влаги через час после того, как я ее налила, я могу удалить. Для этого используется обычная резиновая груша. Это очень все легко, можно приспособиться. Одновременно я могу поливать все орхидеи, которые находятся вот в этом ящике. Их тут раз, два, три, четыре, пять. Пять орхидеи. По времени это, конечно, очень даже удобно. То есть налила, ничего не сливаю, оставила. И через некоторое время удаляю лишнюю влагу, чтобы не было загнивания корней, возможно. Еще одна моя красотка нарастила вот такие вот цветочки огромные просто. Их всего два. Они очень невкусно пахнут, но выглядят просто великолепно. Такие большие, белоснежные. И внутри у них вот такое вот желтое горлышко. Получилось, что у меня пока два таких ящика. Возможно, я поставлю еще третий, если мне этот способ понравится. Орхидейки сейчас растут, у них вот такие вот корешочки. Некоторые цветут, кто-то отцветает уже. Тут вот моя неутомимая цветунья. В общем, если у вас есть дефицит времени и огромное количество орхидеек, которые необходимо поливать, и лучше это делать одновременно, то попробуйте поливать таким образом через поддон. Итак, прошло примерно полчаса и даже больше. Я уверена, что орхидейки хорошо напитались. В принципе, нужно оставлять и на час их таким образом замоченными. Видно, что корешочки зеленые, мох на поверхности горшков тоже у нас влажный. И теперь вот эту излишнюю влагу необходимо утолить, чтобы не было риска загнивания корневой системы филенопсисов. Для этого нам подойдет обычная медицинская груша. Я взяла достаточно большого объема. Стоит она совершенно недорого в аптеке. Многие цветоводы пользуются и для полива, и для других манипуляций. И вот таким образом я эту воду лишнюю буду удалять. Орхидейки у нас будут таким образом поливаться раз в неделю, может быть и чаще. А время на полив у меня сократится. Мне нет необходимости их сниматься с подоконника, уносить куда-то в ванну. Или погружением поливать в горшок. Метод погружения для большого количества орхидейки. Видите, влага напитывается. И я ее удаляю. Таким образом, несколько раз наполнив грушу, я полностью уберу лишнюю влагу из поддончика. Если данное видео было вам полезно, ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал. Сад цветника огород круглый год. До свидания.